Сотрудниками полиции Майкопа доставлена в республиканский центр 37-летняя соучастница разбойного нападения на женщину с ограниченными возможностями. Оперативники уголовного розыска провели специальную операцию и задержали ее в Ростовской области. Об этом тяжком преступлении в августе 2015 года в органы внутренних дел Адыгеи сообщила 45-летняя майкопчанка с ограниченными возможностями. Ночью в ее дом ворвались три незнакомки, которые под угрозой применения насилия, демонстрируя нож, похитили 200 тысяч рублей и мобильный телефон. Тогда в результате проведения неотложных оперативно-разысленных и других специальных мероприятий, сыщики получили информацию о причастности к этому преступлению двоих ранее неоднократно судимых местных жительниц в возрасте 24 и 52 лет. Вскоре их задержали в республиканском центре. Позднее оперативники выяснили, что в разбойном нападении участвовала их общая знакомая, которая скрылась за пределами региона и была объявлена в федеральный розыск. На протяжении всего времени с момента совершения преступления стражи правопорядка продолжали работу по установлению местонахождения подозреваемой. Информация о розыске размещалась в СМИ и сети интернет. В эти дни полицейские майкопа провели специальную операцию по ее задержанию. В настоящее время подозреваемая доставлена в республиканский центр. Она задержана в порядке ст. 91 Уголовного процесса на кодексе Российской Федерации и водворена в изолятор временного содержания. Остается добавить, что ранее майкопский городской суд вынес приговоры в отношении двоих задержанных тогда соучастниц этого разбойного нападения. МВД информирует о прекращении с 1 октября 2021 года действия некоторых положений указа президента России от 15 июня этого года номер 364. Так закончился срок, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство и не имеющие законных оснований нахождения на территории России, могли обратиться в органы внутренних дел с заявлением об урегулировании своего статуса. Также снят запрет на применение в отношении нарушителей мер, связанных с высылкой за пределы территории нашей страны. Иностранные граждане на 15 марта 2020 года, не имевшие законных оснований для пребывания в России и до 30 сентября текущего года не обратившиеся в органы внутренних дел для урегулирования законности своего пребывания, считаются незаконно находящимися на территории России и подлежат привлечению к административной ответственности. Более подробная информация размещена на официальном сайте МВД России. Далее коротко о некоторых мероприятиях и происшествиях. В прошедшие дни в республике состоялись праздничные мероприятия, посвященные 30-й годовщине образования Адыгеи. Наибольшее их количество проведено вчера в городе Майкопе. По данным МВД по Адыгее, во всех мероприятиях приняли участие тысячи человек. Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, представители частных охранных структур и добровольных народных дружин. Нарушений не допущено. Во время несения службы на территории Тиучешского района инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2106, за рулем которого находился 48-летний житель Краснодарского края. Поведение водителя насторожило стражей правопорядка и ему было предложено пройти медосвидетельствование о состоянии опьянения, на что мужчина ответил отказом. Ранее автолюбитель привлекался к ответственности за подобное грубое нарушение дорожных правил. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «До двух лет лишения свободы». По решению руководства управления ГИБДД МВД по республике Адыгея организована работа нарядов ДПС в районе производства восстановительных работ мостового перехода на 1343-м километре автодороги М4 Дон. Сотрудники полиции регулируют движение автотранспорта, ориентируют водителей на возможные варианты движения по альтернативным путям объезда, выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения, в том числе связанные с выездом транспортных средств на обочину. В МВД по Адыгеи подведены итоги профилактической операции «Розыск». В ходе рейдов сотрудниками полиции республики задержано 4 человека, находившихся как в федеральном, так и в оперативном розыске. Кроме этого, установлено местонахождение одного без вести пропавшего человека. МВД призывает сообщать в органы внутренних дел о лицах, вызывающих подозрения и страдающих потерей памяти. Подробная информация об алгоритме действий размещена на сайте ведомства в разделе «Розыск». Полиция Тахтамукайского района проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла 1 октября около 8 часов на участке федеральной автодороги Краснодар-Верхнебаканский на территории поселка ИНМ. Столкнулись три автомобиля – легковые «Мазда» и «Форд», а также среднетоннажный грузовик. ДТП получил травмы водитель одной из легковых иномарок. 7 октября в МВД стартует второй этап всероссийского конкурса «Народные участковые». Ранее жители республики выбрали лучших участковых в городах и районах. Во второй этап вышли семь полицейских. По итогам голосования наибольшее количество баллов набрали Тимур и Мангазиев, город Майкоп, Дмитрий Садовников, Майкопский район, Алид Лихусеш, Тахтамукайский район, Ислям Сабаноков, Красногвардейский район, Энвер Хаджоков, межмуниципальный отдел Кашихабльский, Никита Рябичко, Геогинский район, Руслан Гучетель, межмуниципальный отдел Адыгейский. На сайте МВД по республике Адыгея создан раздел, в котором размещена информация об этих участковых. Голосование продлится до 16 октября. В МВД по Адыгеи продолжается проведение всероссийской акции «Гражданский мониторинг». Недавно представители общественности посетили отдел по контролю за оборотом наркотиков. Подробности у Вадима Гаркова. Членов общественного совета при Министерстве внутренних дел и при отделе МВД России по городу Маякупу, Мурата Бедонокова и Сергея Козлова, встречал начальник отделения по легальному обороту наркотиков, майор полиции Виталий Целов. Он рассказал, что этим подразделениям МВД госуслуги предоставляются только юридическим лицам и организациям, чья деятельность связана с оборотом наркотических средств и прекурсоров, а также медицинских препаратов, содержащих такие вещества. По поступающим заявкам проводятся проверки граждан, которые могут быть допущены к трудовой деятельности, связанной с легальным оборотом наркосодержащих веществ. Также отделение в этом году задокументировало факт легального сбыта сильнодействующих веществ. Это преступное сообщество, межрегиональное, сейчас сопровождаем. Акцентировано внимание на том, что полицейские взаимодействуют с Министерством здравоохранения республики, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и другими правоохранительными органами. До общественников довели информацию о выявленных в последнее время нарушениях в данной сфере и особенностях работы по некоторым направлениям деятельности. Полицейские провели экскурсию по подразделению и показали стенды, где размещена вся необходимая информация для получателей госуслуг по линии ОНК. Мурат Бедоноков и Сергей Козлов оценили уровень подготовки сотрудников, отвечающих за данное направление, а в завершении отметили важность этой работы. Ранее в рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Совета побывали в Миграционном управлении, МРЭО, ГИБДД и других службах ведомства. В ходе таких мероприятий они общаются не только с полицейскими, но и с получателями госуслуг. В ближайшее время общественники посетят ряд подразделений министерства. Вадим Агарков, Беслан Хладжоков, Вести, дежурная часть.